Праздник под открытым небом. В таком формате прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника. Провести его в концертном зале не позволили коронавирусные ограничения. Изменение формата никак не сказалось на настроении собравшихся. Профессиональный праздник отметили в тёплой и дружеской атмосфере. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава города. Те качества, которые вы проявляете, они зачастую самые востребованные для ваших подопечных. Доброта, внимание, ласка, доброе слово. На вас надеются, вас верят, вас ждут. К поздравлениям присоединились председатель Саровской городской думы Антон Ульянов и заместитель главы администрации города Илья Волков. Татьяне Пешеходько, глава города, вручил благодарственное письмо Министерству социальной политики правительства Нижегородской области. Работа сложная. У нас много подопечных людей, пожилых, инвалидов. Они у всех есть родственники, многие совершенно одиноки. И мы приходим, помогаем. Это и для них неоценимо, они очень нам благодарны. То есть это мы и беседы проводим, и физическая помощь какая-то нуждается. Мы им нужны, мы считаем себя нужными, мы чувствуем эту нужность. Благодарственные письма сотрудникам вручила администрация города, управление социальной защитой Сарова, а также представители Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. От имени подопечных со словами благодарности к социальным работникам обратилась Галина Петровна Димчишина. Это Людмила Васильевна. Она делает с нами зарядку. Научила ходить на палках. И даже мой внук-летчик пользуется той зарядкой, которую она мне прописала. Украшали двор своими руками. Цветы организаторам помогали делать отдыхающие на занятиях по трудотерапии. Праздник закончился традиционным чаепитием. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.